привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить грим рок последней серии мы спустились на второй этаж тут мы нашли секретик вот прям тут кстати там ничего больше нет вроде нет и продвигаемся дальше здесь как вы понимаете сюжета особого нету единственное в предыдущей серии когда мы попытались поспать некто таинственный связался с нами сказал что ждет нас внизу такие дела да ёла впала я еще не попадаю этим копьем видимо сказывается то что сигал у нас не спец в этом деле да блин шо тихо довольно просто с ними драться единственные пока неприятные враги это встречи на этом уровне прижим мелкие которые стреляют кислотой с ними не очень хорошо было так ну что я думаю нашей компании пора перекусить это жатвы что-то очень много дать всякую шнягу невкусную сидим одну тебе тебе у них принципе так уже практически полный но пока есть как говорится хотя ладно у этих все нормально так ну что давайте сохранимся почаще надо сохраняться потому что здесь каждой встречи может быть последней особенно если если мы на какой-то нежить нарвемся так здесь у нас какая-то камера каких-либо прибудут на стенах не видать так что видимо она не откроется еще одна камера и там что-то лежит хорошее так это у нас что чувствуется что-то для мага защита плюс 3 уклонение минус 5 так это легкая броня это я думаю явно лучше чем та рубаха которая нас надета на минотавре защита плюс надо но не намного лучше тут то есть защита плюс 3 здесь защита плюс 2 но тем не менее по крайней мере наши персонажи перестали быть гладранцами хоть что-то на них есть он туда и дотянуться не могу а там у нас что это такое посох судя по всему лежит и непонятно что-то каких-либо рычажков на стенах не видать так что ладно идем дальше блин кто-то так стонет в этом подземелье там у нас ничего ну и ладно так это что там фонарик хорошо никак не это открыть а ключ у нас есть ключ вроде бы я брал в предыдущей серии какой-то точек нет отлично где же мне взять ключ тогда я вроде никаких больше развилок не помню тут ключа у нас не видать тоже тут что-то лежит на это на ключ не особо похоже а ну ка ну ка ну ка ну ка а вот же он я не заметил так ладно блин тут очень внимательно надо быть глаза стены так прийти если что могут только оттуда и не придут потому что отсюда некому идти так камешек камешек так делайте у тебя целых три камешка у ой я не знаю давайте поставим его да просто пусть пока лежит камешки нам пригодятся по-любому на стенах вроде ничего есть а вот смотри что-то нашел ага хорошо это стрелы стрелы у нас тебе рога пригодятся хотя эти по моему на луке ты не качал а вот сейчас оказывается что то что я от балды там выбирал эти перки они мне еще это похоже аукнится потому что так у тебя есть вот такой вот это надо будет прокачать потом не очень быстро вы набираете уровень в заднем ряду стоящие ребятки это меня не радует но хоть как хоть как-нибудь так нам похоже нужно камешки раскидать так и сразу все три поставил что ли я не понял до разделить их не получится так ну-ка теперь ты можешь взять тихо ну ладно пусть на тварь лежит или хотя вот так вот пусть этот свиток потому что он пустой в нем просто нам было под была подсказка по головоломке в одной из предыдущих серий вообще пора сохранить давно уже не сохранялись это чё за хрень так сейчас подожди пожалуйста птичка у меня есть идея там по моему твоя подружка была я думаю мне будет спокойнее вот так вот да блин но но теперь мне куда-нибудь нужно убрать этот свиток так вот короче блин да как трудно по моему попадать а давай лети на твою же дивизию что ж мой косм так а это только фильмах брюс виллис попадает с пятидесяти метрах в глаз ну ладно так ладно победили не сказать что это было сложно но это было довольно таки напряжно именно в плане того что гоняться за ним утомляло но справляемся пока что самый серьезный противник в игре был это тот нежить воин неживой а кристалл лечения ой как тут неприятно вообще надо факел взять причем факел нужно взять не отсюда тут тупость он светит факел мы возьмем вот отсюда так хорошо и вот отсюда я думаю нам пригодятся еще в будущем так хорошо деревяшку выкидываем выкидываем я не понял еще как выкидывать вот так вот понятно в нижнюю часть экрана надо кликать так доставай расчехляй как говорится подожди так хорошо двигаем дальше тут у нас улитка написано оружие запрещены внутри я че там у нас лежит вообще там какие-то блестяшки лежат это хорошо но блин это опасно с другой стороны ай блин понятно я неправильно сделал все это кнопкой нажимаем ну ладно брюс виллис у нас кулаками неплохо берется вот так вот так что стараемся давай ну давай ну так хорошо так да давай уже ел там к нам еще летит по-моему кто-то для полного набора как говорится для полного счета давай ну да блин да блин ты что ж так долго готовишься хоть какой-нибудь счетчик кулдауна был бы чтоб понимать вообще сколько осталось примерно бить так брюска пойдем заставим оружие так пока что я думаю брать не стоит этот меч что у нас тут тут у нас очередной камень давайте мы минотавру дадим сигал все таки пусть таскает камни он здоровый новый ключ и грипп что еще тут может быть вот что-то в стене есть а а лично секрет нашел я глазастый так сапоги защита плюс 1 ловкость плюс 1 тут просто защита плюс 1 я не знаю у тебя что у тебя защита плюс 1 ну тебе ловкость не сказать чтобы больно нужна ну давай пусть будет а это пока отдадим столоне он у нас вообще такой на узерских местах то есть практически не участвует в процессах но по крайней мере как лишний багаж пусть ходит с нами так ладно неплохо сходили надо бы подлечиться но я думаю ладно пойдет так вот ключ а что уже у нас тут у нас рычажок так хорошо давайте сначала сюда сходим а тут еще один а больше ключей то у нас и нет придется туда идти куда я не хотел ладно ну как скажете какой у нас есть выбор так сохраняемся и вперед с песни ой это что за хрень такая какая-то подсказка клетки это клетки содержания это типа пахал какой-то что ли а 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 там и и и и и и и Это мы любим. Так, тут кнопки. Так, возможно, сейчас я нажму кнопку, и вообще все двери откроются. А тут вот у нас такой паренек. Ой, блин. С одной стороны, неохота нажимать эту кнопку, с другой стороны, скорее всего, вы меня не простите, если я пропущу. Да, я сам себя не прощу. Так что придется. Но тут так неудобно с ним драться, это же какой кошмар. Так, подожди. То есть у каждого помещения... Нет. Ну-ка, давайте-ка попробуем нажать. Блин, я тут хочу. Ой, не знаю, почаще сохраняться. Жалко, тут нету квиксейва. С другой стороны, удивительно, что тут вообще есть сейв. Не понял. Добрый день. Как дела? Как поживаешь? Так, ладно. Нет, я все понимаю, конечно, но, блин, как мне взять-то? Возможно, какой-то рычаг или секретик здесь открывает одну из камер, и нам нужно постепенно продвинуть как-то это все. Блин, сейчас, короче говоря, не спешим. Так, это не открывается у нас ни в коем разе. Сюда мы не попадаем. Не вижу ничего на стенах. Блин, как же мне. Блин, Балинский. Хочется взять. Честно говоря, даже не представляю. Давайте пока сюда сходим, что ли? А на обратном пути, потому что нам по-любому придется сюда вернуться. А на обратном пути уже подумаем. Я, честно говоря, пока ума не приложу. Как там, да что? Вроде как кнопки нажимаешь, ничего особо не происходит. Ребята. Это не круто. Ловушка. Прям, блин. Dark Souls. Да, блин, не так много, все не привыкну. Ой, вас двое. О, вы меня зажали. Вас трое? Ай-яй-яй. Не хана. Хо-хо-хо-хо. Какие у меня тут шансы есть. Ну давай, ну. Я не знаю, не хана. С ними просто... С ними просто... Отвяжитесь, ироды. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вообще, мне нужно... Не сюда, ребята. Ой-ой-ой-ой. До свидания. Да, блин, до свидания. Фу. Хо-хо-хо-хо-хо. Чуть не убился. Так, я сейчас не буду сохраняться, потому что я не уверен, вдруг они сюда смогут пройти. Вот это будет печально. Я говорил, что это будет печально. Это будет печально. Я что, спать могу? Ага. Типа не спать. Так, у меня там вечерка, по-моему, была. Но она у меня очень уж далеко находится. Давай, столу не выручай. Ну, давай, ну. У меня хана. Давай, критуй почаще. Давай. Там еще один идет. У меня точно хана. Надо было отходить. Ну, давай, ну. Ой-ой-ой-ой. Блин, это мучение какое-то. Так, ну ладно, давай, давай уже. Да. Тут я пока ничего не могу сделать. Ну, добей уже, что ли, я не знаю. Я сам себя загнал в эту ловушку. Это обалдеть. Понятно, короче. В принципе, я понял, что там надо делать. Надо от них убегать просто. Потому что со всеми сразу столкнуться ни к чему хорошему это не приведет. Но ловушка, надо сказать, подлая. Это было, по-моему, некрасиво. Совсем некрасиво. Так, ладно. Я так и не понял, что мне тут делать тогда. Потому что там, по-любому, никаких этих нет. Ни ключей, ничего. Что же мне тогда делать тут? Как же мне взять вот этот мешочек, который находится у нас? Братья, мне подскажи, а ведь, что мне делать? Что-то с этим мешочком надо сделать. Не знаю, блин. Сигал, ты бы копье просунул, дотянулись бы этого. Так, давайте маленько пожанвьюрым. Так, оно появляется тут. После этого. Ага, понятно. Я, конечно, не могу сказать, что это очень хорошее место для брать еще. Ну, сойдемте, справимся. Ну. Да елла, павы. Хорошо. Хорошо. Блин, у меня сейчас сигала убьют, это. Давай, павы, уже. Все, лавкайте, нет. Так, ну ладно, хорошо. А кое-как все-таки справились. Я думаю, тебе пригодится щит, да? Как щитом вообще пользоваться? Может, я что-то не умею? Ну ладно, давайте наденем щит. Тебе поставим так. Ты у нас вот это носи, ты у нас будешь багажом. Так, на щите ничего не написано, он просто повышает уворотливость на 5, это меня радует. Копье мы пока никуда ставить не будем, а у урон 10, у этого урон 9, но скорость 15, а у этого скорость 10. Такие дела. Теперь мы можем спокойно, с совестью продолжить наши махинации. Так, как это у нас получилось? Так. Так. Сумка. Что у нас в сумке? В сумке у нас правый клик. Тут у нас находится железный ключ. Кожаная шапка, легкая броня. Хорошо. И жратва. Отлично. Так, давайте мы, раз уж Столония открыл, Столонию дадим эту шапку. Хотя... Так, ну у тебя шлем защита плюс 8. У тебя шлем защита плюс 1. Давайте-ка мы лучше дадим ему эту шапку, потому что все-таки ему более нужно. Брюзко у нас... А то что-то, блин, погибать стало в последнее время. А ты Столония пока в крестьянской шапочке походи. Так, ну и все. С этим, по крайней мере, мы разобрались. Теперь давайте-ка мы вот тут поспим, тут более-менее спокойно. Передохнем, так сказать. Интересно, сколько мы дней уже в этом подземелье провели? Сложно сказать. Так, нормально. Теперь можно... Нет, сначала мы выйдем. Теперь можно сохраниться и идти в эту комнату смерти. Насколько я понял, нужно просто достаточно тут дернуть рычаги. После этого валить. Подожди. Типа, войди на кладбище. Что-то в этом духе. Или войди, это труп. Так, ладно, приготовились. Иди сюда, дорогой. А, зажал. Зажал, скотина. Ну что ж ты. Как неудачно. И там уже очередь выстрелилась за мной. Так, ладно. Там уже целая делегация уже ждет нашей крови. Да, давай, елы-палы. Сюда вообще можно было дикарить, нет? Ну, интересно, да? Так, давайте, ребята, идите сюда. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ха-ха, съели. Что это мне дало? Это мне ничего не дало. То, что я понажимал эти кнопки, единственное, я выбрался живым. Видимо, там, блин, я не знаю, там есть что-нибудь вообще, кроме опыта. По идее, их надо бы всех убить, да? Чтобы получить побольше опыта. Я думаю, это нам пригодится в будущем. Сейчас мы пойдем в более спокойное место, там поспим. Потом уже пойдем, и все-таки я хочу их убить. Я жажду их крови. Вот тут вот в туннеле с ними можно будет справиться, потому что они вдвоем сразу не смогут меня атаковать. Так что, почему бы и нет, как говорится. Смотри, кувилис, это уже жратвы, полный менталь. Так, ну что, приступим к резекуции. Блин, вечно я левую кнопку вместо правого нажимаю. Да просто будем бодаться, да, братья? Я не хочу того второго выпускать раньше времени. Давай. Так, хорошо. Ну давай, блин, шо ж я промахиваюсь постоянно. Может, Сигалу попробую дать Секиру? Потому что меня просто разбирают все-таки. Да давай ты, елы-палы, шо ж ты не дохнешь-то? Да, ты посмотри, что творится. Смотри, Сигал вообще не так еще. Ну да. Ой, так, короче говоря, идите вы в жопу. Так, я что загрузил? Я не тот загрузил, по-моему. Так, последний сейф у нас вот этот. Ключ у нас есть, все, пошли нафиг отсюда. Сами там тусуете в своем подземелье. Долбаные, блин. Офигеть, они меня, конечно, нарезают. Так, у кого тут ключ был? Тебя. Чё-то они слишком уж злобно со мной как-то. Так, там очередной телепорт. Сюда нужен ключ. Сюда ключ не нужен. Видимо, сюда мы пойдем сначала. Сюда ключ не нужен. Так, ну давайте. Я пока не думаю, что нам нужно вот это вот использовать. Сохранение у нас и так есть. По жизни тоже неплохо. Давайте, пойдемте птичку бить. Тут одна птичка. Ой, сколько тут места, куда можно пойти. Их тут две, похоже, да? Ой-ой-ой, кто там только не идет. Ох ты, ребят, противно. Ладно. Блин, я просто не хочу опять же выпускать этого рыцаря. Ой, он сюда идет, он сюда идет, идет сюда. Все, с тобой-то мы разберемся. Я не уверен, тут было это место. Не тут. По-моему, тут. Да, бляха, муха пришли. Охренеть. Я не знаю. Никак не хочет. Умирать. Бешеная курица. Давай, давай, иди сюда. Уф, наконец-то. Че-то враги начинают просто стучать. Ну давай. Уф, полегчало. Так, а нежить, похоже, где-то тут ходит. Где-то вот тут за стеной. Ну ладно, как бы там ни было. Давайте мы на этом прекратим, я думаю, эту серию. Следующий будем дальше исследовать. Это подземелье. Могу сказать, что игра мне доставляет, несмотря на свою примитивность. Она, на мой взгляд, то самое, что доктор прописал. Именно в плане атмосферы, в плане геймплея. По-моему, это просто прекрасно. Так что увидимся в следующих сериях. С вами был Аштур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok